Электрические цепи, постоянного тока, никаких конденсаторов, никаких там, то, что любят физики, там, ничего не будет. Самая простая штука. Оказывается, что мне нужно разобраться с тем, что такое гармоническая функция. Это сегодня будет очень важное понятие. Гармоническая функция. И мне нужно будет понять, что такое потенциал. Я понимаю, что большинство из вас это все прекрасно знают, но поскольку я сейчас буду заниматься все-таки математикой, то давайте я это расскажу, что называется с точки зрения математика. С точки зрения математика будет электрическая цепь. Это фактически граф. В котором, в этом графе будут вершины, между вершинами будут ребра. У ребер будут сопротивления. Пронумеруем все вершины и на некоторые из этих вершин будет подан потенциал ноль. Это, грубо говоря, один из полюса батарейки. И на некоторые вершины будет подан потенциал один. Например, вот представьте себе, подведена, не обязательно вам ту машину, может быть, несколько подведен, представьте себе, вот так вот, да. Сюда подведен потенциал, значит, от батарейки. Здесь у нас будет потенциал один. И здесь, естественно, это сам наша батарейка. Мне важно, что есть в каждой точке некоторое число, которое называется ее потенциал. И напряжение на участке цепи называют разность потенциалов в этих точках. То есть, если у меня вершины, не знаю, там А, В, С, Д и так далее, то в каждой вершине у нас обязательно есть некоторое число, которое, повторяю, называют потенциал этой вершины. Здесь потенциал равен нулю, здесь потенциал равен единице, вот. Теперь вопрос, а чему равны сопротивления? Когда мы будем доказывать теорию Пойя, то у каждого отрезочка сопротивление будет равно единице. Ну, а в общем случае, когда мы говорим об электрических цепях, то сопротивление, конечно, может быть каким угодно положительным числом. Более того, если вот этого ребра нет, то мы будем говорить, что сопротивление бесконечное. Теперь, помните ли вы замечательный закон, который связывает между собой силу тока и разность потенциалов? Закон Ома. Закон Ома, отлично, как он звучит? Сила тока это? Парциональное напряжение обратного процента. Нет, ну замечательная формула какая? Аэроблогу. Как там его почитают? И равно. И равно. Разность потенциалов. Правильно? Например, сила тока между точками С и Ж. Получается так. Надо взять потенциал в точке Ж, вычесть потенциал в точке С и разделить на сопротивление ребра С, Ж. Фи это потенциал, Р это сопротивление. Между прочим, ребята, иногда величину единица, деленная на сопротивление, называют проводимость. Почему это хорошо? Потому что вот сопротивление бесконечное, это как-то не очень понятно, что такое, а единица делить на R 0, это понятно. Давайте мы так и сделаем, хорошо? Давайте вот это будем обозначать буквой С, и тогда формула для силы тока будет выглядеть следующим образом. Надо взять проводимость между вот этими двумя точками и ее умножить на разность потенциалов. Отлично. Отлично. Вот. Первая теорема, которую сегодня надо доказать, звучит так. Есть и есть. Любая электрическая цепь, и мы к некоторым ее точкам подвели потенциал 0, а к некоторым точкам подвели потенциал 1, то существует и единственная система токов и система потенциалов, при которой эта электрическая цепь удовлетворяет законам Гергофа. Так, единственное, я произнес слова «закон Гергофа». Или иногда говорят «закон того, что заряд не накапливается». Знаете, в каждой вершине, когда у вас течет электрический ток, какое правило верно? Тогда у вас есть постоянный электрический ток, и вы возьмете любую вершину, что гласит закон Гергофа. Входящий в нее и втекающий. Абсолютно верно. Когда вы смотрите, какие токи втекают в эту вершину, а какие токи втекают, то сумма втекающих равна сумме втекающих. Почему этот закон очень важен для физики? А просто потому, что если бы это было не так, то в соответствующей вершине, или куда-то убегали бы все электроны, непонятно, откуда они будут выбраться здесь, либо, наоборот, они бы здесь скапливались. А как только заряд начинает скапливаться, уже невозможно сказать, что ток постоянный. Это уже к заваре. Как записать формулой этот самый закон Гергофа? Это очень просто. Когда мы берем любую вершину, в общем случае мне очень неудобно их номеровать буквами, но пока пусть буквами моя. Я не знаю, какие потенциалы здесь больше, какие меньше, но я знаю, что вот эта формула для силы тока, она умная. То есть, если у вас вот этот потенциал больше этого, получается положительный, если наоборот, получается отрицательный. И просто-напросто для каждой вершины сумма вот таких вот величин должна равняться нулю. Друзья, понятно? Для каждой вершины, если вы, значит, рассматриваете все ребра, которые из нее выходят, и складываете, то у вас должен получиться ноль. Разумеется, это только для внутренних вершин. То есть, там, где у вас подведены потенциалы ноль или один, закон Гергофа нет, потому что, разумеется, ток совершенно великолепно, что называется, течет по цепи. Хорошо. Так вот, эту теорему давайте сейчас математически докажем. Продолжение следует...